девочки всем привет пошла вторая неделя карантина самоизоляции у кого-то карантин у кого-то самоизоляция у кого-то третья неделя может быть у кого-то даже еще больше девчонки держимся не падаем духом мы сейчас позавтракали дети пока занимаются своими делами я думаю надо пока их нет рядом со мной я сейчас здесь хотела проветрить думаю надо с вами поболтать немножко хочу сейчас штору вот эти снять постирать тюль постирать другие шторы повесить другую штору и окно помыть хотя бы с этой стороны дел конечно очень много но за счет того что на улице солнышко как-то вообще особо делать-то ничего не хочется но на улице достаточно прохладно поэтому здесь плюс для нас что не так обидно что на улице прохладно с другой стороны лучше пусть уже скорее потеплеет потому что вирус должен уйти когда будет тепло но это знаете это по слухам конечно но я в это верю вот дети развлекаются как могут как не могут ревут дерутся играют смеются в общем что только не делают я уже как герасим на все согласен компьютер пожалуйста телефон пожалуйста все пожалуйста нам тяжело взрослым в такой обстановке а детям-то каково да лёша вышел на работу ему привезли домой пропуск ну как домой он вышел на улицу из машины взял пропуск и он начал работать слава богу конечно сейчас ситуация очень сложная у людей которых отправили на карантин да на месяц на два в неоплачиваемый отпуск это очень тяжело у нас тоже ну вы знаете наши последние события да мы приобрели машину лёша работал но целую неделю сидел дома зарплату него сдельная соответственно ничего не заработал как раз получил деньги и мы купили машину добавили купили машину да сейчас живем на кредитную карту да я много раз о ней говорила и речь идет о кредитной карте mastercard альфа-банка 100 дней без процентов мы ею пользуемся уже более двух лет и это наша палочка-выручалочка да мужу часто задерживают зарплату коммуналку нужно оплачивать садик нужно оплачивать продукты покупать нужно мы всегда пользуемся этой картой вот в условиях с такой сложившейся ситуации хочу вам немножко рассказать про нее я думаю что это будет сейчас очень актуально в общем мы пользуемся этой картой сейчас в основном на продукты все покупаем только по необходимости а потом в течение трех месяцев мы закрываем долг главное что у этой карты есть возобновляемый беспроцентный период то есть как только вы вернете деньги на карту уже на следующий день вы можете ею пользоваться и также без процентов в течение 100 дней это очень удобно кроме того вы можете снять наличные денежные средства в размере 50 тысяч рублей один раз в месяц и также без процентов девочки карта классная реально от души рекомендую ее а сейчас альфа-банк сделал приятный бонус для вас если вы перейдете по ссылочке внизу в описании под этим видео и оформите карту то первый год обслуживания будет стоить для вас 590 рублей они 1490 так как у меня сейчас чтобы получить такой бонус важно заполнить анкету на оформление кредитной карты перейдя по моей ссылке внизу в описании под видео после оформления карту нужно активировать это можно сделать через приложение по телефону или в банкомате кстати оформив карту вам никуда не нужно будет ехать за ней представитель банка доставит ее в удобное для вас время и место что очень актуально сейчас в условиях самоизоляции девочки я вам от души рекомендую эту кредитную карту переходите по ссылочке оформляйте и начинайте пользоваться а мы с вами сейчас приступим к окнам сейчас мальчики тоже прибегут помогать мне так что давайте как-нибудь надеюсь справимся а что вы делаете я сейчас эту коробку выброшу не надо ее никуда ну тогда не задираю высоко играйте в ней они дни на потолке удержите меня семеро это же ваш друг вы только что кричали и делили друга теперь это ванна стала ты переоделся что ли федя брызгает это моя мальчик вам весело мальчик я весело я весело ну и делайте я веселую пену я веселую пену я веселую пену это моя мальчик я веселую пену девушки ваши дети чем дома занимаются а я пусть это у вас лодка будет главное чтобы не это не перевернулась слышите мы моемся там мою мою труба чисто 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 девочки вышли мы на улицу дома духотище я открыла окна сейчас немножко в общем вдали от народа но вы представляете стоим и вот по этой тропинке идет мне навстречу наш врач педиатр но она в маске у меня чуть сердце не встало думаю сейчас будет отчитывать она у нас достаточно ну я говорю она мне нравится в принципе нет ничего не сказала я говорю ну мы как бы вообще ничего не сказала не ругала ничего вот ага шишки собирает песенки поет вот и что хотелось сказать там мужчина идет сейчас вообще так страшно люди ходят в черных масках молодежь типа видно не видно гранжей ну короче в этих в гриндерсах в общем в удлиненных плащах в черных масках так страшно короче у меня мальчишки все что они в масках не при них а когда они пройдут вот мы пошли сходили мусор выбросили обошли одну у нас дюдс там ну детскую площадку обошли гаражами да а что Федя в красной куртке девчонки постирала куртку Арсению сегодня и Федя ну вероятно вчера вечером сейчас стала одевать ему а у него собачка видимо вылетела в машинку ну вот вот голубая куртка и короче говоря я а у меня там белье стирается и в общем я одела вот эту вот Федя ну на улице конечно прохладно я так прям почти по зимнему ну прям реально по зимнему потому что зимой со снегом такая же температура вернее по гуну ну такое же такое же ощущение как и сейчас без снега ау вот еще хочу еще показать ага вот коллекция а ты коллекция поздоровался? привет привет а ты поздоровался? с кем? с кем? это где? это мне? Арсюш не надо далеко от меня уходить мы прошлись там мне мальчишки говорят а что? где мы ходим? никого нет а сейчас конечно вдоль дороги стоим но сейчас уже уйдем отсюда просто кружок такой навернули сел на пенек ежик ежик шел шел сел на пенек и задохнулся или кто там колобок? дедушка дедушка старенький мой пойдем в ту сторону ау ну все показала показала и даже вон у меня есть это здесь а что здесь вообще за дерево то это? такое оно хвойное слушайте хвойное все закрыто вот здесь у нас ремонт одежды парикмахерская продуктовая работает а там сувениры еще что-то для шитья все закрыты тиш-тиш-тиш-тиш ну ладно сейчас уже спать пойдем девочки а я не могла вас лишить возможности посмотреть в какой я шапке да в этой шапке больше покажу помните я говорила сразу отвалилась у меня до сих пор ее нет да ну и никто мне шапку не снимет другую не наденет короче нормально у меня голова похудела шапка вообще велика стала надо сейчас тоже и постирать вот и куртка по идее как бы эту куртку надо увести на даче но не буду сейчас просто одевала ее и думаю на сначала купить новую а потом избавиться от старой по идее нужно не так делать но финансовое положение бывает разное сначала лучше постирать ее и повесить а уж осенью там или когда или когда там куртки то покупать наверное лучше летом покупать если будет продавать что-то дешевле были не знаем посмотрим мне писали и неоднократно спрашивали почему я на даче в общем в чем хожу в том и на даче грибу листья там туда-сюда потому что я джесса стираю практически каждый день это во-первых федя слезь он уже не слезет потому что высоко а во-вторых потому что и мы приезжаем я не собираюсь ничего делать а в итоге делаю ну ладно господи потом джинсы пыльные я и сразу же стираю как только приезжаем и с другой стороны они все равно вытягиваются мне комфорт никогда не постиранные надевать их потому что ну понимаете да не сильно они висят один раз уже сходишь никуда ты все они сразу виснут развлекаловка дома черт ногу сломит ладно пойдем если мы еще походим чтобы они здесь не терлись у пойдем туда вглубь дворов вообще никого нет и хоть машин поменьше то раз бы в неделю выше на улицу и пылью дышать правильно ездит у нас машина арсений федя слез животом по этой чистая куртка я ее уже эту красную куртку постирала чтобы вообще убрать все она ему маловато старается оси неплохие слова говорит ну я такие слова не говорю нет не матное слово ну тоже не особо хорошая арсений очень плохо в лице федя смотри на меня чему ты весь грязный и куртка грязная и этот вот вот смотрите видите а пыль везде сейчас это все стирать я тебе чистую куртку оделать мне куртки больше всего жалко когда я стираю станет с ним а вот то что куртки очень часто стирают да перестань ты ерунду какую-то говоришь откуда ты это взял а кто богдан кто как ты сказал мальчик тигран я буду жаловаться на этого тиграна в саду плохому лучше прям реально расскажи еще чего там тигран про кого там тетя мотя расскажи арсений не надо вот он не знал на следующий день пришел уже все знает а расскажи про зайку раза три-четыре-пять вышел зайчик погулять я вот знаю другую версию он другую ну повезли его в больницу он украл там рукавицу дальше что тигран про своих родственников рассказывает что ли все обтерли феть все обтерли арсений вы понимаете девочки но это это уже можно с ума сойти зашибись пойдемте-ка мальчики спать все пойдемте 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 еще вокруг дома пройдем пойдем домой пойдемте арсений девочки мне конечно смешно не смешно ни разу как они себя ведут честно но они думают что это весело и думаешь они на саду не так себя не ведут сторонними людьми они так себя не ведут вас они не видят поэтому не понимают вот ну вот через год не будут я тоже в детстве я говорила много чего а потом фильтровать начала уже все короче сейчас мы кружочек сделаем еще и пойдем спать девочки пока мы не спят сварилась гороховый суп из окорочка на окорочке варила до варила и буду варить нормально хватает мясо вот он получился у меня что последнее время знаете получается если воды было меньше овер не побольше в жидкий был бы кастрюлю на 4 литра и компот сварила может быть какие-нибудь оладушки или что-нибудь испеку не знаю посмотрим в общем вот такой стеллаз у нас получился раз два три четыре полки и снизу может быть сюда вот велосипед ставить потому что туда вот в угол будут санки стоять сюда может быть велосипед ну или еще что-то да вот чемоданы да мне без разницы как они выглядят я самый приличный оставлю для своих нужд каких-то а два неприличных лёши и получится вот куда-то сюда можно положить и скорее всего на эту полку то есть один на один один если что вынуть и другой открыть чтобы не таскать туда-сюда доступ в кладовку у нас хорошие вот видите здесь 80 сантиметров наверно вот так вот по-любому есть у меня пятно намазала не знаю что там с ним смотрите мальчишки краской изрисовали причем когда маленькие были никогда не рисовали на стенах ничего блин чем старше тем дурнее так что-то что хотел сказать забыла мысль потеряла тут ткани ну давайте вот самый простой девочки не знаю я понимаете мне это не грязь это просто он затертый мне по сути сейчас вот это я скорее всего выброшу это такая плотная белая ткань типа наперник вот это тоже ткань девочки типа покрывала какого-то ну видите она вот такая вот вязаная освещение в принципе неплохое здесь ну как бы для кладовки нормально если бы гардеробная была туда наверное бы я что-то это в общем я не знаю что с этим делать может быть кстати на дачу на кровать хотя у меня есть ну не знаю что здесь вот полосатенький такой ситец тоже отрез ткани у меня мама шила вернее но она не профессионально шила ну что-то шила вот это мне очень нравится такой дачный вариант а с другой стороны я иногда скучаю по такой расцветке белая земелька такая но здесь ее немного видите вот из этого я хотела когда церафан сшить но он просвечивает это фланелька девочки а вот это льняная большой большой отрез ткани то есть можно полотенчики нашить правильно я сказала вообще или простынь ну не знаю просто не надо это тоже ткань вот такая я вообще думаю может быть они будут пыль собирать если сюда вот эти вот коробки ставить да в коробке все убирать как я и планирую так оно и будет может быть обернуть эти коробки тканью ну ткань будет ну обклеить о не знаю вот это тоже расцветочка приятная такая как приятная удачная может полотенчики думаю не хватает этих лет не знаю видеть это отрезы хорошей ткани это фланелька у моей бабушки был такой халат вообще очень нравился такая вот ну и тоже видите опять большой кусок льняной ткани а это просто девочки а здесь кстати еще повторяется ткань может быть шторки на дачу потому что вроде бы вот такие стиле прованс не знаю подумаю надо посмотреть прям развернуть нормально давайте может еще один откроем смотрите теперь я назад я точно ничего не сделаю сейчас вот это короче это мы в египет ездили на коленке стала платки два платка по доллару ли по два покупали носа много же на квадроциклах кататься в пустыню ездили какой черт выбросить их жалко потому что мы один раз их одевали вот детская это плодеяльник по моему смотреть девчачья расцветка такая надо по кому-нибудь подарить я не знаю какой размер достаточно большой наверное мама мне приданное готовила девочки это полотенце очень хорошие полотенца очень хорошего качества видите какие расцветки пятно постирать ну то здесь все вообще новое почему она такое и сами понимаете да кто понимает кто постарше что они очень хорошо впитывают вот большой полотенце короче полотенчики слушайте мне как раз мальчишкам надо было два одинаковых вот и есть два два одно у нас одна есть но она уже бледная я им пользовалась а потом кто-то из мальчиком но вот видите какой хорошего полотенчика даже с этикеткой какой год год какой видите короче давнишний год неважно вот это приятно расцветка это кухонное полотенчика или эта ткань мне потому что и были полотенчики такие но они уже износились я их выбросила но и ткань такая есть тоже ведь как у приятно не льняное но такое и не тоненько вообще хорошие ну кто вот вот как такой вот блин искала вот эти шторы представляете но я их на дачу не буду если только когда у нас будет на даче другая еще одна комната потому что я планирую на дачу по-другому не хочу вот эти желтые но они мне очень нравились очень это у нас весели они мне воспоминания хорошие не выброшу нет кстати может быть я их здесь повешу а длины наверно не хватит еще полотенце еще вот это классная я одно износила не износила израсходовала ну наверно не одно здесь короче тоже вот видите какие полотенчики это кусок или просто ну в общем как вот это все выбросить если она все новое ну то есть полотенце новые шторы нет я их просто не выброшу просто не выброшу не знаю на дачу нет потому что я планировала по-другому но я знала что они у меня есть не знала где ой девочки были да эти банки склянки почему так вот обстоят дела кладовка у нас стало там надо все почистить вот это вот лёша оторвет ну вот эту доску вот и здесь бы в идеале чем-нибудь уже закрасить но белой какой-нибудь краска в один слой хотя бы что посветлее было вот так вот